Приветствую вас! Ну, надо сказать, что разница в 5 лет в данном случае не такая очень большая, вот, а там, в принципе, 30-39, что-то в человеке, в принципе, не особо сказывается, ну, по большому счёту, вот. Поэтому я бы не сказал, что у вас прям такая уж страсть к зрелым женщинам, вот, если честно, вот. Но, значит, смотрите, если ответить вам на вопрос, да, как подкатывать к таким женщинам, то я вам мог бы ответить так. Что, во-первых, женщины 30-39 лет очень нуждаются в том, чтобы их выслушали, чтобы их обязательно как-то вот послушали, поняли, как-то поддержали. Женщин 39 лет, ну, 30-39 лет, как-то, как правило, стремятся к тому, чтобы рядом был мужчина, ну, такой довольно серьезный, довольно такой сильный, я бы сказал, вот. На которой она могла бы положиться, на которой она могла бы как-то опереться в своих, ну, в своей проблеме, вот. И который бы был для неё не ребёнком. То есть, что значит для женщины, мужчины, чтобы он не был ребёнком, да? Это серьезность, это незасыгленность на сексе, это, как правило, определенная духовность обязательно, то есть, ну, какой-то внутренний мир, да, можно сказать так. Вот. И, собственно, это то, что волнует зрелую женщину. Вот. А к зрелым женщинам, в принципе, не стоит подкатывать чисто ради того, чтобы подкатить. Лучше, значит, подкатывать по какому-то делу, по какому-то вопросу лучше. Вот. То есть, ну, чтобы был, так скажем, шанс у вас, чтобы был шанс. Вот. И, соответственно, нужно быть внимательным, потому что иногда бывает такая история, что женщины сами ищут секса, сами хотят его, зрелые особенно, потому что зрелая женщина, ну, как правило, находится на пике своей сексуальной активности. Вот. И молодой мужчине ей как раз-таки нужен для того, чтобы ее удовлетворить. То есть, к зрелой женщине подкатывать гораздо проще, чем, например, к той, что помоложе. Вот. Но зрелая женщина, она, как бы, может взять у вас свой оборот, да, и, соответственно, стараться подчинить. Кроме того, требования к тому, чтобы подкатывать к зрелой женщине, ну, скажем так, несколько варьируются, да. То есть, тут, тут, тут практически не угадаешь. То есть, вот, иногда бывает, что эта самая зрелая женщина, она, ну, например, она открыта любому мужчине. А иногда бывает так, что она закрыта. То есть, она боится вообще, не пропускает никого к себе и так далее. Вот. То есть, тут, несмотря на обстоятельства, если какая-то женщина вам понравилась, то лучше будет, если у вас между, у вас с ней будет что-то общее. Вот. И если у вас будет что-то общее, то это может вас сблизить. Как правило, с древыми женщинами, если они одни, им нужна поддержка, внимание. Вот. Безусловное принятие. Иногда такая женщина может, скажем так, повестись на то, что человека нужно пожалеть. То есть, если вы, вот, выставите себя перед ней, к таким, таким, мужественным, таким, вот, сильным преодолевающим, которому нужна поддержка, значит, которому нужна ласка, любовь, но который достаточно горд, например, чтобы об этом просить, то, вот, с большей долей вероятности, можно сказать, что такое поведение найдет одобрение у женщины зрелой, потому что у нее к вам, возможно, возникнет материнский такой инстинкт. Соответственно, подобное стремление к девочкам постарше имеет причины, да, вот, имеет основания, но поскольку вы не изъявили желание что-то менять именно с этим, а просто задаете вопрос, как подкатывать, то, соответственно, ответ мой был направлен на эту. Вот. Но психологические основы подобного влечения лежат в детстве в отношениях с вашими родителями, в частности с мамой. Вот. И это, что вы переживаете, это называется, это называется Эдипов комплекс, то есть желание через близость с другой женщиной получить близость со своей матерью, которая в детстве вы, возможно, ревновали своего отца, вот, которого вы ревновали к своему отцу, вот так скажем. Правильно. Ну, опять же, если вам и хочется, с этим можно поработать. И в конце дам такой совет, именно совет, вот, потому что ваш вопрос, он скорее не психологический, а такой больше пикап, да, то есть, ну, если вы не замечаете за собой неуверенности в себе, если вы уверенный в себе человек, четко знаете, чего вы хотите, что вам вообще нужно, вот, и так далее, то я рекомендую обратиться все-таки к пикап-мастерам, да, для того, чтобы они вам профессионально помогли, вот. Потому что, ну, все-таки, все-таки психологи, понимаете, работают с человеком, да, вот, психологи все-таки не работают с тем, как соблазнять, вот. То есть, конечно, некоторые коллеги этим занимаются, но не я. Вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Хотел бы, перед тем, как закончить, обязательно предупредить вас, что зрелая женщина может привязаться к вам достаточно сильно. И я понимаю, что вас это не особо волнует. Я говорю не про нее, а про вас. Потому что, если эта женщина решит, значит, если эта женщина решит, что вы ей нужны, то она может нажать вас преследовать. Вот. Поэтому будет лучше, безопасно для вас, если вы, вот когда и если сблизитесь с той, кто вам по душе, если вы сразу обговорите моменты, что, как бы, я с тобой просто ради этого секса, то есть у нас с тобой будущего нет. Если вы чувствуете, что женщине нужно что-то больше, то я полагаю, что исключительно под свою ответственность. То есть здесь уже никто вам не может гарантировать последствий, которые могут быть весьма трагичными. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.